Дарья Судрева В ульяновских школах выборы прошли по-взрослому. На борьбу с темнотой ульяновские инспекторы выйдут на дороги с люксометрами. Дополнительное солнце для тепличного и хранилище для хлебороба. Как в Ульяновской области овощи выращивают. 8 октября в Ульяновской области празднуется День школьника. Напомним, праздник отмечается в регионе с 2013 года по инициативе губернатора Сергея Морозова. Во всех общеобразовательных учреждениях Ульяновской области в этот день проходят тематические мероприятия, где главным действующими лицами являются ученики. В рамках праздного Дня школьника, который отметили в регионе накануне, во всех образовательных учреждениях области состоялись выборы в органы ученического самоуправления. Во всех школах проходит единый день выборов в органы ученического самоуправления. Для того, чтобы ребята привыкали к этой мысли о том, что выборы в школах проходят в один день, так же, как и выборы в России, выборы в городе Ульяновске, в Ульяновской области тоже проходят в единый день голосования. У них есть возможность определить своего лидера ученического самоуправления. Один из избирательных участков работал на базе средней школы номер 21 города Ульяновска. С раннего утра ребята собрались на торжественную линейку, приняли малышей в первоклассники, поучаствовали в тематических уроках и встретились с представителями городской избирательной комиссии. Сегодняшний день самоуправления – это как раз есть и то, как они хотят жить, что им нужно, какие планы, какое видение. Это все зависит от них. А сегодня, 8 число, это день школьника, хороший праздник. Он у нас проходит как день самоуправления. Все, как на взрослых выборах. Во время переменной избирательный участок, чтобы проголосовать за будущего президента школы, приходили мальчишки и девчонки разных возрастов, начиная с пятого класса. На месте работала счетная комиссия, приглашенные наблюдатели, которые по совместительству являются еще и общественными активистами из других школ. Школьное самоуправление, оно, можно сказать, сплачивает и учеников, и учителей тоже, налаживается работа школьников. Школьный избирательный участок посетил глава региона. Сергей Морозов ознакомился с деятельностью избирательной комиссии, отметил важность идеи ученического самоуправления и воспитания ответственных граждан уже с раннего возраста. А на встрече с активом школьной молодежи Сергей Морозов поручил областному министерству образования подготовить предложение со следующего учебного года по усовершенствованию системы ученического самоуправления. Школьные управленцы будут работать по принципу работы федеральной, региональной и муниципальной властей. Из числа учеников 9-11 классов в преддом тайном голосовании избирался президент школы. Он при одобрении физиологического, родительского состава, я не знаю, как там, если так это возможно, то было бы здорово, назначал премьер-министра и формировал бы правительство школы. Опять же, из числа учеников 9-10-11 классов. В состав правительства, конечно, мы бы просили, чтобы обязательно вошли, ну, как минимум, значит, социальные министры. В Ульяновской области день школьника отмечается с 2013 года по инициативе главы региона. В этом году Сергей Морозов отметил словами благодарности не только школьников за отличную учебу и активную общественную деятельность, но и наградил грамотами родителей за примерное воспитание своих детей. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ. Выборы президента прошли и в школах Димитровграда. На одном из таких политических событий в лицее номер 25 побывала наша съемочная группа. 9 утра. Актовый зал лицея номер 25 полон школьников. Сегодня они не просто ученики, они избиратели. Открыл работу избирательного участка депутат городской думы Реваль Салихов. Сегодня в рамках нашего учебного заведения, нашей любимой школы, проводят знаковые события. Выборы лидера, лидера нашей республики, они, президента. Я, на самом деле, очень рада принять участие в данном мероприятии. Хочу поблагодарить всех, кто здесь собрался, организаторов, чтобы проводить такие знаковые мероприятия, которые действительно готовят наше предоставленное поколение к большому счету будущему. «Светлое будущее» в рамках учебного учреждения своим коллегам, школьникам, на этих выборах обещали 4 кандидата. Все с четко подготовленной программой. Моя основная идея – это в образовательной части школы и в спортивной. В спортивной – развить новые виды спорта у нас в школе и продвигать их. В образовательной части добиться, чтобы в школе продвигался не только скучный образовательный процесс, а проводились какие-то тематические дни, чтобы было веселее учиться. Ящик для голосования печатан. Каждый из избирателей получает бюллетень, который заполняют в закрытой кабине для голосования. В процессе выбора участвуют ученики 5-11 классов. Порядка 600 человек. Причем в выборах участвуют и сами педагоги. Кандидатом президента может быть абсолютно любой учащийся в нашей школе. Но я знаю, что учителя дают предпочтение больше тем учащимся, которые предлагают в своей предвыборной программе мероприятие, направленное именно на обучение, на какое-то развитие интеллектуальных способностей учащихся. В итоге большинством голосов избирателей президентом лицея номер 25 выбран Дмитрий Цветков. Я уже не обещаю, я уже сделал. Как минимум я сделал Инстаграм для нашей школы. Группу ВКонтакте, где собираются любители кино, и мы проводим вечерние кинофестивали. Также уже был создан фото-конкурсы различные. Сейчас, в будущем, я буду проводить разные турниры. И в основном моя предвыборная программа направлена на то, чтобы вся информация подавалась не в сетевом городе, а в остальных социальных сетях, где присутствуют дети. Друзьяна Елисеева, Анжелика Боровинок, Демград-24, специально для Управда ТВ. Потребность области в овощах составляет 130 тысяч тонн. Ульяновцы давно перешли этот рубеж и собрали уже 150 тысяч тонн. Также регион закрывает потребность по зерновым и масляничным культурам. Меликесский район по-прежнему остается главной житницей области. На данный момент хлеборобы района собрали 176 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Овощи из борщевого набора бережно выращивают сотрудники предприятия «Хлебороб-1», что в Меликесском районе. В этом сезоне посевные площади предприятия составили 4,5 тысяч гектаров. Из них 130 отведено овощам открытого грунта. Овощам отдельное внимание. В этом году на производстве построили склад с вентиляционным оборудованием для хранения картофеля, установили линию по сортировке лука и приемный пункт для корнеплодов. С работой комплекса ознакомился губернатор. Овощи на хлеборобе-1 проходят обязательную сортировку, мойку, шлифовку и фасовку. Производственная мощность – 7 тонн овощей в час. В планах строительство двух овощих хранилищ на 2,5 тысяч тонн каждый. По информации Министерства агропромышленного комплекса, Ульяновская область занимает лидирующую позицию по уборке овощей открытого грунта. В среднем по области урожайность в этом году составляет 324 центнера с гектара. Не забывают и о выращивании овощей в закрытом грунте. Хороший пример тому – градообразующее предприятие «Тепличное». Первый этап по реконструкции комплекса предприятие реализовало за полтора года. А налоговые отчисления в региональную казну составили больше 100 миллионов рублей. Продукции собрано пока на данный период на 1800 тонн больше. Средняя заработная плата на предприятие выросла в порядке 40 тысяч рублей у рабочего состава. Работают у нас 580 человек, трудятся на предприятии полностью, соблюдаем условия коллективного договора. 100% сотрудников стоит в профсоюзе, с чем мы гордимся очень сильно. Сергей Морозов обсудил с руководством Минсельхоза и Тепличного второй этап реконструкции, который подразумевает модернизацию еще 6 гектаров производства. Я давал поручение, чтобы вы оба, руководители министерства и руководители предприятия, проработали вопросы о возможности дополнительных инвестиций, создания новых производств, для того, чтобы и томаты, и другие продукты были у ульяновцев круглогодично на старе. Второй этап модернизации завершится в 2022 году. В теплице будут установлены газопоршневые машины, дополнительное солнце для овощей. Это позволит увеличить производство овощей закрытого грунта в три раза. В Дориемстрое уже начали готовиться к суровой зиме. Грейдеры, самосвалы и погрузчики выстроились встроенными рядами во дворе учреждения. Накануне их осмотрел губернатор Сергей Морозов. Далее провели совещание по подготовке техники к зиме. Депутат Ульяновской городской думы Константин Зонов поднял один из самых насущных для горожан вопросов. Когда в городе будет налажен своевременный вывоз снега с дорог, чтобы на обочинах не образовывались пресловутые обледеневшие валы. Были озвучены проблемы, касающиеся очистки дорог к кладбищам при городной зоне. Это Братаевка, Кротовка, Отрада и Арская. К сожалению, периодичность очистки этих дорог оставляет желать лучшего. Губернатор распорядился подготовить план очистки дорог к следующему профильному совещанию, которое состоится через две недели. В поселке Новоселке Меликесского района Ульяновской области введена в эксплуатацию новая модульная котельная. Сергей Морозов посетил объект и ознакомился с работой нового теплоисточника. Новая котельная оснащена современным энергоэффективным оборудованием. Также на ней есть станция погодного регулирования, которая позволяет автоматически менять температуру теплоносителя в зависимости от температуры воздуха. Инвестиции в строительство составили 44 миллиона рублей. Новая блочно-модульная котельная мощностью 9,5 мегаватт обеспечивает теплом и горячей водой более 60 домов, 6 объектов социальной сферы. Молодежь Ульяновской области активно привлекают к обсуждению градостроительной политики в регионе. В честь Международного дня архитектуры губернатор Ульяновской области встретился с Молодежным градостроительным советом при Министерстве строительства и архитектуры. Какие проекты парни и девушки презентовали Сергею Морозову, расскажет Рината Алелова. За три месяца плодотворной работы они создали градостроительный совет, наметили цели и поставили задачи. Речь идет о Молодежном министерстве строительства и архитектуры, который объединяет студентов и выпускников архитекторов. Накануне в честь профессионального праздника молодые и амбициозные презентовали губернатору Сергею Морозову, а также действующим чиновникам, пять своих проектов. Первый наиболее масштабный архитектурный воркшоп «Два моста», цель которого – благоустройство ворско-береговой линии от императорского до президентского моста. Мы поставили себе такую задачу, чтобы сформировать свое видение, то есть какими локальными методами можно решить некоторые проблемы, которые там существуют. То есть, если взять одну из проблем – отсутствие точки притяжения. Так молодежь разделила набережную на локальные зоны, в каждой из которых должна располагаться та самая точка притяжения, то есть арт-объект. С помощью макетов и презентации ребята продемонстрировали несколько из них. Маяк «Мизинь». Маяк сам «Мизинь». Задавался очень интересный вопрос, зачем он там вообще нужен. По сути, это очень странный момент, но идея состояла в том, что был запрос на обзорную точку именно движения до, ну, как севой дороги восьмерка. С помощью понтонов ребята предлагают расширить набережную, соорудить театральную сцену на воде, которая будет играть со светом. В инициативах молодежи также создать еще один пляж, но уже рядом с президентским мостом. Это будет насыпное сооружение с причалами и спуском к воде. Намерены молодые архитекторы взяться и за кинотеатр художественный. В частности, сделать ремонт внутри здания, а два внутренних двора преобразовать под пространство для творчества. Внутренние дворы, смотрите, там очень много закламленности тоже. Там просто не нужны конфликтуры, там просто расспросан мусор, какие-то новоделы тоже неинтересные. Помимо этого, проявление уличного искусства. Что мы предлагаем? Мы предлагаем открыть данное пространство для проведения общественных мероприятий. Идеи молодежного министерства строительства архитектуры также касаются продвижения стартапов начинающих архитекторов. Создание собственного форума в регионе наподобие Тавриды. Организация на центральных улицах города, велодорожек и велостанции. Готовы ребята и привести к единому стилю входные группы и павильоны магазинов на первом этаже жилых домов. Темы, которые сегодня мы услышали, они очень актуальны и они нам нужны. В первую очередь, хочу, чтобы не было иллюзий, чтобы мы поговорили. Действительно, интересная работа, которую вы представили, и они ушли в корзину. Нам очень важны ваши идеи, ваши яркие проекты. Поддержал молодежь и губернатор Сергей Морозов. Глава региона признался, что изначально шел на встречу с определенным скепсисом. Спасибо, что разочаровали меня в этом, а наоборот, заставили с огромным интересом послушать все, о чем у тех, кто сейчас здесь усваивает. У своих дискуссий даже вот эти хорошие наработки, которые находятся за моей спиной. Я думаю, что мы с людьми с вами еще, пообщавшись, молодецких реализований. Глава региона добавил «будущее за молодежью» и напомнил, что даже в 70-х годах много в регионе уже строилось руками молодых. Принат Алиулова, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ. Сегодня в правительстве обсудили изменения в региональном бюджете. Областная казна получила прибыль. Теперь ее необходимо грамотно распределить. О суммах и предложениях министерств узнаете в нашем материале. Доходная часть регионального бюджета выросла почти на 2 миллиарда рублей. Сегодня поправки и изменения обсудили в правительстве. Заседание провел председатель кабинета министров Александр Смекалин. Всех благодарю руководителей отраслевых ведомств за ту работу, которая очень серьезно проводится. Задачу, которую поставил губернатор по увеличению доходной части бюджета, выполняется. Выполняется хорошо. Министр финансов Екатерина Буцкая рассказала, откуда наш регион получил прибыль. Нужно сказать, что основные доходные источники – это, конечно, переуполнение плана по прибыли – 719 миллионов рублей. Это акцизы на пиво – 432 миллиона рублей. И акцизы на крепкий алкоголь – 245 миллионов рублей. То есть вот эти три доходных источника, которые у нас значительно увеличиваются и влияют в целом на ожидаемое переуполнение по доходам. Львиная часть средств уйдет в соцблок. Министр социального благополучия предлагает вложить средства в борьбу с бедностью, в зарплаты бюджетникам и в пособия для населения. На нужды многодетных семей – 20 миллионов, приемным семьям – 30. Сельским педагогам отводится 16 миллионов рублей. 200 миллионов должны получить ветераны. О соцработниках тоже не забыли. В рамках проведения индексации и увеличения заработной платы работникам социальных учреждений, подведомственных министерств социального благополучия, также планируется увеличение на 78 миллионов бюджет. Отрасли образования выделены 767 миллионов рублей. Из них 410 миллионов рублей пойдут на зарплату учителям, 40 миллионов – на ремонт районных школ. Также средства должны быть вложены в развитие малокомплектных образовательных учреждений. Есть четкие критерии, по которым школа может быть отнесена к малокомплектной. Первое – это количество детей в начальном классе не должно превышать 20 детей без параллелей. Второй критерий – в основной школе – это до 9 класса количество детей не должно превышать 40. На дополнительные средства Минздрав планирует отремонтировать ФАП и улучшить материально-техническую базу. Окончательное решение о распределении бюджета будет озвучено 16 октября. На заседании областного парламента. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. В госавтоинспекцию Ульяновской области поступило 8 люксметров. Приборы предназначены для измерения освещенности проезжей части, пешеходных переходов и тротуаров. Сотрудники ГИБДД уверены, новое оборудование позволит более качественно контролировать выполнение обязательных требований по безопасности дорожного движения. А это, в свою очередь, обеспечит приведение в соответствии нормативным требованиям уровней освещенности на автомобильных дорогах, улицах региона и повысит безопасность дорожного движения. Приборы поступили в регион в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог лечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей, а на юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. Мобильные бригады по выявлению и оказанию социальной помощи нуждающимся работают во всей Ульяновской области в рамках реализации национального проекта «Демография» по проекту «Старшее поколение». Наша съемочная группа ознакомилась с результатами работы за первый месяц. Социальное обслуживание на дому может получить каждый житель Ульяновской области старше 65 лет. Месяц назад губернатор Сергей Морозов выделил 17 специализированных машин на регион для работы мобильных бригад. В Корсунском районе Ульяновской области мобильная бригада работает уже месяц. За это время она успела доказать свою эффективность. «Здравствуйте, Антонина Дмитриевна, к вам приехала сегодня мобильная бригада в составе представителя социальной защиты населения, фельдшера ПАПа Сосновского нашего поселения, специалиста социальной защиты населения и специалиста надомной службы». Проблемы самые разные. Кому-то показано лечение в санатории, кому-то нужна помощь в бытовых делах, кто-то не может самостоятельно передвигаться. Ответы есть для всех. Всего за месяц стало понятно, что работа таких бригад чрезвычайно важна и продуктивна. «На сегодняшний день, за текущий месяц, прошедший месяц, нами было обследовано 4 населенных пункта, достаточно крупных населенных пункта. Это Товолжанка, это село Краснополка, это село Большие поселки, село Комаровка. Сейчас мы переходим по графику на обследование села Сосновка и горинское сельское поселение. Это Татарские Горинки, это Кадышево, это Катяково, Беловодье». Уже собрана информация о 173 пожилых людях Корсунского района. 25 из них доставлены для обследования в больницы региона. Проведена консультационная и разъяснительная работа. Выявлялись проблемы не только социальные, но и местного характера, которые в оперативном порядке решала местная администрация. Пока еще обследованы не все, но работа не останавливается. Каждый пожилой или инвалид может быть уверен, помощь близка. На сегодняшний день в Корсунском районе насчитывается свыше 8 тысяч граждан пенсионного возраста. Напомним, наш регион одним из первых присоединился к этой работе в рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», созданного по инициативе президента России Владимира Путина. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. 10 октября в Ульяновской области ожидается прохладная погода, возможен дождь. Температура воздуха составит 11 градусов тепла, ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Итоги дня смотрите по будням в 18.30, 20.30 и 22.30 на телеканале Уллправда.ТВ, а также в 18.50 на информационном портале уллправда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для всех!